дорогие мои везунчики всем большой привет и сегодня вас ждет мастер-класс по эксклюзивной туники эта туника подойдет абсолютно всем мы сегодня рассмотрим с вами выкройку выкройка между прочим для варианта крючком будет точно такой же свободный силуэт потребуется нам смотрите как у меня уже какие продвижения крупная крупная сетка это основной узор главное лайфхак я вам покажу как красиво дырочку провязать для того чтобы она была действительно большой очень интересная придумала и ровный так изнаночная сторона узор так пряжа у меня вот такая я специально на балкон села для того чтобы вы увидели всю красоту летнюю портофина мой один из самых любимых оттенков 6 7 7 5 спицы нам рекомендованы четыре с половиной пять с половиной так я вижу пять с половиной один овал потребуется 500 грамм я вижу на размер от м до excel и под этим видео вы найдете все рекомендации по туники на размер xs и на большие размеры от excel это не мерсеризованный хлопок с люрексом который на самом деле состоит из трех шнурочков так вот я сейчас сняла пряжа очень мягкая нежная практичная износостойкая подойдет для чувствительной кожи и метраж самое главное если вы будете вязать из какой-либо другой пряжи 140 метров 50 граммах самые разные варианты для этой туники из другой пряжи пожалуйста проходите в описании под видео и посмотрите что я вам еще могу предложить и конечно приглашаю вас воспользоваться просто сказочными скидками и акциями которые сейчас проходят в магазине так давайте смотреть мой эскиз туники и выкройку посмотрите как интересно у меня одна клеточка это 5 сантиметров то есть туника в масштабе не просто картинка от туника в масштабе нарисована такие детали у вас и будут только большие и так ширина детали 80 сантиметров высота 20 и вот эта часть 50 70 в чем задумка в том что это туника очень широкая не спадающей линии узор номер один идет в районе бедер далее основной узор крупная сетка еще раз хочу повторить будет вариант интереснейший по такому же принципу с такими же зонами по размерам крючком так что те кто вяжут крючком ждите продолжение я придумаю тоже что-нибудь интересное и в конце 5 сантиметров я вяжу узором номер один сегодня мы оба узора с вами разберем после этого у нас очень простая сборка изделия будет сверху мы сошьем тунику всего лишь в четырех точках и у нас будет вот такие у нас будут вот такие разрезы по плечам и вырез горловины примерно по пропорциям мне кажется будет красиво так по масштабу может быть в другом месте я прихвачу чуть чуть больше горловины или чуть больше спущенное плечо плечо будет спущено очень красиво вот так почти до локтя и последний штрих мы с вами выполним боковые швы здесь я не стала фиксировать точку проймы потому что после примерки тем более я учитываю что немножко вытянется узор и посмотрим до какого места я потом вам уточню именно я сошью боковые швы выполню далее далее мы прикрепим с вами красивые кисточки обязательно это модель их они просто просятся и требуется тем более у нас такая роскошная пряжа так что делайте скриншот все размеры здесь есть фантазируйте может быть вы придумаете свои варианты как вы догадываетесь вы можете другие узоры использовать так все я надеюсь вам понятна задумка эту модель я специально придумывала для не только худеньких и стройных и обыкновенных но и больших размеров она тоже будет идеально просто так смотрите у нас два узора оба очень и очень простые и вяжем узором номер один так он выглядит очаровательно прототипом его был узор из платья богема помните центральный узор но здесь часть между изнаночным лицевым изнаночным рядом она другая но и менее прекрасный вот такой он заковыристый достаточно непрозрачный этот у них будет великолепно смотреться с купальником особенно с завышенными такими плавочками высокими для чего но все это и вяжется для такого нарядного купальника почти закрытого не для загара так я буду вам показывать оба узора отдельно возьму другие спицы даже без лески набираем петли петли мы набираем кратные основному узору крупной сетки и так основной узор раппорт 4 петли соответственно я на свои 80 сантиметров набрала по ширине набрала 32 раза по 4 плюс 2 кромочные 30 петель набираем и сначала 20 сантиметров мы будем вязать узором номер один наберу четыре раза по 4 плюс 2 кромочные первый ряд изнаночный снимаем кромочную и провязываем все петли лицевыми раппорт первого узора в высоту составит 4 ряда первый ряд все лицевые провязываю кромочную изнаночной второй ряд лицевой все петли опять я вижу лицевыми готово третий ряд изнаночной я тоже провяжу весь ряд лицевыми конечно как обычно вы спросите можно ли вязать по кругу можно по кругу вязать но стройнячий эффект никто не отменял вот боковых швов поэтому я вам советую взять двумя деталями они такие широкие так все готово своеобразную платочную вязку в этой части раппорта первого узора мы провязали и теперь главный в чем вся фишка узорчик узорчика это четвертый ряд мы пропускаем две петли вводим спицу провязываем вот так и теперь за задние стенки двух петель мы провязываем лицевую снимаем и повторяем после двух петель вытягиваем провязываем петлю и далее две вместе соответственно у нас сохраняется количество петель мы вяжем две из двух провяжем так весь ряд у меня очень часто спрашиваете какие спицы вы посоветуете для начинающих я посоветую ади ади новым либо ади лейс потому что все таки классический набор ади слишком туповатые кончики если вы хотите вязать хоть какие-то узоры вам будет не так удобно кромочную провязываем изнаночной и повторяем расти узора первый ряд раппорта изнаночными продажем так смотрите все петельки мы вяжем лицевыми получается так первую петельку мы провязываем за переднюю стенку вторую за заднюю за переднюю и за заднюю можно обе за переднюю как вам больше понравилось и так до конца я провязала 1 ряд раппорта соответственно 2 3 4 ты вяжу точно так же как я уже показал заканчиваем мы тремя рядами лицевых эту часть провязав 20 сантиметров первым узором и приступаем ко второму узору он очень очень интересный и классный безумно красиво вы посмотрите как это туника смотрится я ее уже к себе приложила это бомбическое бомбический эффект и так приступаем сначала я провяжу после первого узора по лицевой стороне ряд лицевых и вернусь рядом изнаночной так первый ряд такой второй ряд изнаночная третий ряд снимаем кромочную мы на лицевой стороне провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево далее двойной накид 2 петли вместе с наклоном влево 2 петли вместе с наклоном вправо двойной накид 2 петли вместе с наклоном влево 2 вместе с наклоном вправо двойной накид раппорт узора составляет 4 петли мы с вами вывязываем из 2 1 из 2 одну и компенсируем это двойным накидом и симметрично заканчиваем половинкой смотрите двойной накид и 2 вместе с наклоном влево так дорогие мои вот здесь нужно было с наклоном вправо провязать в начале для симметрии немножко я еще хвораю вот здесь видите 2 вместе с наклоном вправо нужно было провязать так готова третий ряд самое главное принцип провязывания двойного накида для этого узора чтобы получить большую дырочку мы провязываем все петли лицевыми следующим образом изнаночная далее двойной накид мы провязываем изнаночной и просто еще раз изнаночной вот так и у нас просто двойной накид так и должно быть остается на этой спице такая у меня задумка и разработка смотрите изнаночная и сразу без скрещивания поэтому получится большая дырка пускай вот это вас не смущает история итак четвертый ряд мы провязываем все изнаночными без скрещивания двойной накид изнаночная кромочная пятый ряд так весь секрет в пятом ряду он лицевой смотрите мы должны провязать все петли лицевыми я провязываю первую лицевую петлю а далее делаю следующее завожу под основную нить спицу подхватываю первую петлю с левой спицы снимаю вот она у меня и вот таким образом перевешиваю я выровняла две петли видите какие они ровные на большой дырочке и провязываю лицевая лицевая посмотрите как классно все получается за счет того что здесь нет скрещивания при провязывании в изнаночном предыдущем ряду вот такая красота выходит и дырочка большая мы с вами имитируем в действительно очень крупную сетку как при вязании крючком еще раз так всегда бывает села снимать все на горке пришли так перекрутила повесила лицевая лицевая где вы такой видели наверное где-то видели но я сама придумала так подхватываем перевешиваем вот здесь получается двойное обвитие но это гораздо лучше чем скрещивание если вы провяжите со скрещиванием как обычно у вас дырка не будет такой большой нам для туники нужны большие дырочки перекрутила повесила лицевая лицевая последняя лицевая кромочная изнаночная 5 ряд провязан шестой ряд очень приятный по изнаночной стороне все петельки мы провязываем изнаночными вяжем со смещением 7 ряд снимаем кромочную двойной накид сразу и на дырочкой мы провязываем сначала 2 вместе с наклоном влево далее 2 вместе с наклоном вправо так проверьте вот эти две над большой дырочкой далее посередине двойной накид 2 вместе с наклоном влево 2 вместе с наклоном вправо 2 вместе и так до конца 2 вместе влево 2 вместе вправо двойной накид 2 вместе заканчиваем влево 2 вместе вправо двойной накид кромочная восьмой ряд провязываем все изнаночными накиды как я вам показывала вот так так восьмой ряд слетает со спицы но мы возвращаем и еще раз провязываем если слетела последний двойной накид провязываем готово и вот такая красотища у нас получается повторяем с первого по восьмой ряд обязательно попробуйте вы убедитесь какая это щекотная сетка просто прелесть то что нужно очень свободная очень ровная и большие дырочки чего я добивалась все вяжем 50 сантиметров но у меня большой рост я думаю что на более маленький рост нужно вязать 40 сантиметров а не 50 вместе с полосочкой 5 сантиметровый узора номер один так дорогие мои как всегда поддержите бесплатный авторский мастер-класс лайком и напишите комментарий не менее 7 слов да огромное огромное вам спасибо за просмотр я вас целую обнимаю надеюсь вы с нетерпением ждете варианта крючком по такой же выкрытие вот так подписывайтесь если не подписаны подписывайтесь на мой яндекс дзен продолжу туда загружайте на всякий пожарный просто видео которые на моем основном youtube канале очень много подписывается каждый день даже сейчас летом спасибо вам большое за подписки за все я очень и очень благодарна вам и конечно если вы получили посылку подарочек от нас по акции то тоже пишите комментарии я всегда радуюсь как ребенок что я смогла вас удивить по порадовать по любым вопросам пишите звоните и напоминаю что доставляем и по всему миру без исключений у вас какие-то вопросы то звоните и за границу удобно писать на вот са все пока пока до будущих встреч мне уже немножко получше поэтому на днях будет прямой эфир из турции отвечу на все ваши вопросы очень много все пока пока